Ну как, все, можно? Да, там не шумит. Ну что, продолжаем? Веселый бардак. Все на месте, да? А, все пересели, да, точно. Сместились. Хорошо. Так, зачем мы там закончили про искренность? Да, то есть вот этот вот самообман, он может очень долго заполнять вашу жизнь, потому что мы смотрим, ага, этот опыт у меня есть, но мы не смотрим, а есть ли он во всех сферах нашей жизни? Есть один опыт, он есть вот в этой сфере. Галочка. Это хорошо, главное, что он у меня есть. Главное, что каждый раз, возвращаясь в эту сферу, я этот опыт проживаю. Ну, разве не это главное? Я этот опыт проживаю, когда захотел, пришел в эту сферу, там, в лес. Каждое воскресенье, я с друзьями хожу в лес, да? Мы берем побудочки, бутербродиков, шашлычки, мы приходим в лес, я чувствую эту нежность и красоту, которую там описывают на сайте. Я даже чувствую то, что там описывают как хардтале, да? У меня останавливаются мысли, тишина, особенно после бутылки водки. И все классно. Я прихожу домой, да, естественно, дома уже все по-другому, никто не спорит, но это же дома, а это работа. Там то, что у меня бывает в лесу в воскресенье с друзьями, обычно и как бы должно оставаться только там, потому что дом это совсем, это дом, а работа, это как бы работа, это и не лес. Ну как я, разве я буду бухой вот в этом кайфе, я приду домой? Я не могу так сделать, да? Мне приходится трезветь в лесу, обливаться холодной водой. Мамочка, я не пил, я чувствовал нежность, я медитировал. Приходишь на работу, люди бесят, да? Они такие все серьезные. Ты приходишь, все такие серьезные, все зарабатывают бабло и на перерыве пьешь с ними кофе, говоришь, да вы представляете, вы в лес ходите, там все офигительно классно, с друзьями сходите в лес, там такая красота и все обалденно круто. Качество вашей жизни. Каждый человек выбирает качество жизни, либо вот у вас оно есть, да? Оно есть, это качество жизни, оно как-то происходит, вы можете просто это принять или смириться с этим, остаться с этим до конца ваших дней и тоже все нормально, но мы же живем, правильно? Жизнь-то продолжается? В общем-то многие говорят, самое важное это то, что сама жизнь существует, она происходит каждый день, да уже неважно в каком качестве. То есть у вас есть с вами, с вами типа случается какое-то качество жизни и у вас есть выбор, когда у вас не устраивает такое качество жизни. Вы спрашиваете себя, какое качество жизни вы хотите? У вас появляется страшная сфера, смотря на которую, испытываешь тоску, грусть, а местами боль, потому что вот это качество жизни, оно там далеко. Да, у меня тут жена, двое детей нужно работать, кормить семью, секса дома практически нету, я прихожу уставшими не до этого, немного там бухану, засну, чтобы заснуть и так снова, 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 снова и снова. Иногда я хожу по воскресеньям в зал йоги, вот там я расслабляюсь, а тут я посмотрел как-то встречу с Наташей Северской, она там говорит, качество жизни не нужно понять, вот меня не устраивает, да в общем-то меня не устраивает, я бы хотела и в субботу ходить, и в среду, а еще бы хотела поехать на Канары, в Шри-Ланку, еще куда-нибудь, в Швейцарию отдохнуть, причем без жены и без детей, если можно. И вот там, мне не устраивает мое качество жизни, она говорит, надо понять, какое же качество жизни я хочу. Ну как же, ну без жены, естественно, без детей, понятно. Ну хотя дети, ну это же дети, они же ни в чем не виноваты. Ладно, жену убираем, детей оставляем. Что бы я еще хотела? Ну как бы, работу, чтобы было много бабла, и кто-то тут рвет листики. Работа обычно как-то опускается, продают много бабла. Да, 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 я хочу, да, во-первых, жену отправить куда-нибудь, развестись, забрать детей, они же ни в чем не виноваты, много бабла хочу. Хочу переехать куда-нибудь там в европейскую страну, купить классный домик. И вообще классно, если там эта работа бы занимала у меня час-два в день, два-три дня в неделю. Да, там, тын-тын-тын-тын-тын, и бабло на меня врушивается. Все классно. Это возможно. Все возможно. Абсолютно все возможно. Это да, от того ж, на сколько условия стоят и запреты. И понимаю, что да, это все отлично, но живу-то я вот здесь. От жены я никуда не избавлюсь. С детьми, если я и уеду вместе с детьми, а кто их будет воспитывать? Хорошо, я найму горничную, служанку, придется еще раз жениться. В общем-то получается, что при пересмотре детей тоже нужно отдать жене. Вот только тогда то качество жизни будет, которое я хочу, потому что тогда я что испытываю? Я испытываю одно из таких крутых чувств – свобода. Офигительное чувство свободы. Самое классное, оно проживается, когда мы начинаем встречаться в отношениях, да? Мы переживаем перенапряжение в отношениях. Закрываем дверь. Пришли к девушке, пообнимались, поцеловались. Она начинает разговаривать о каких-то осознаваниях. Ты такой, знаешь, милая, мне уже пора. Оделся, закрыл дверь, вышел. Офигительное чувство свободы. Вот это чувство очень важно, потому что именно это чувство мы ловим в моменте, когда мы расслабляемся от сильного перенапряжения. Вау! А потом получается прикольная вещь. Мы снова и снова возвращаемся к этой девушке. Она нас уже заколебала, реально. Но ради этого момента проживания, когда вы выходите, такие… Супер! И пошли дальше. Не ставится акцент, что именно это проживание настолько невероятно важно, что из-за этого момента вы сохраняете эти отношения, которые, в общем, во всех 98% вас не устраивают. Это, типа, как носить узкую обувь и кайфовать, когда снимаешь их? Нет, почему? Кайфовать, когда другой человек видит твои туфли, да, видит твои икры, там, в короткой юбке. Он говорит, офигеть, вот только с этими туфлями ты офигительная женщина. Ты говоришь, окей. Каждый раз, когда там потом видишь эти взгляды, ты вот ради этого взгляда. Первичная выгода с туфлями больше, когда ты получаешь именно кайф от того, что ценят это. Ты так себя напрягаешь, что ты это ценят, не зря это все, и ты получаешь этот кайф, одобрение, что ты крутая, или вот эта вот важность, да, вот говорят, важность. А по сути мы все гоняемся за этой важностью, за этим чувством уникальности себя. Чувством уникальности себя. Нет, мы же одно целое, нужно быть одинаковыми. Мы равны. Не говори нет, говори всегда да. А что ты мне говоришь нет, но мы же одно целое? Она даже писала вселенное, говорит да. Да, 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 вселенная. Почему ты не говоришь мне да? А ну будь как вселенная, да? Говори мне на все да. А потом скажи да своему нет. Это я сейчас медленно пытаюсь подойти к нужной теме. Кто напомнит, на чем я только что остановилась? Никто. Чувство отношения создаются для того, чтобы их закончить, получить чувство вот такого освобождения, типа, аааа, классно. Чувство важности. Чувство важности. Да, за важность. Вот есть чувство свободы, вот есть чувство, да, вот состояние эмоций, чувства, которые делают нам состояние телесно. Мы это телесно проживаем, да. После 10 лет брака, когда вы ставите штаб на разводе, подписываетесь, выходит это. Это же гора с плеч. Гора с плеч. Вот этого всего, что было 10 лет, больше никогда не будет. Думаю, мы первые пару дней. И эти пару дней, это офигительное осознавание, проживание этой полной, тотальной, казалось бы, свободы. Он, эта тотальная свобода проживается за счет осознавания того, что вот этот козел больше никогда не скажет мне, какие у меня кривые коленки. До второго такого на улице, который посмотрит и скажет, подлиннее юбку не могла бы я одеть, потому что раздражает. И резкое чувство свободы исчезает. Ага, удалились о боль. Ну, в это я все не об этом пытаюсь сказать. Там всего столько много, что я пытаюсь понять, как это все выстроить. То есть для меня в моем опыте жизни, в моей практике, я все стараюсь для себя как бы на практике делать, иначе и говорю из опыта. То есть когда меня спрашивают про детей, я говорю, я не говорю про эту сферу, у меня нет детей. Я могу помочь понять себя, свою боль, почувствовать там все эти вещи, работать с психикой, но на эти вопросы я не отвечаю, потому что нет у меня этого опыта. И сюда я прихожу тоже, говорю из своего опыта, и просто говорю о своем опыте, а если вам эти пазлы подходят, пожалуйста, пользуйтесь, берите. Но только мозг не выключайте. Я не последняя инстанция, мой опыт это не последняя инстанция. Это просто пример того, что вот может быть вот такая карта мира. Это просто другая карта мира. Калининград это не Одесса, да? Но не за тем, что Калининград это просто истина, нам весь мир, на всю планету расширим, как в Калининграде стоят дома, там, не знаю, вода, водопровод на всю планету, потому что вот там вот, там я чувствую себя счастливее. Поэтому и здесь мой опыт, это всего лишь еще одна картина мира. Как вот Кастанеду читаем, это еще одна картина мира, непонятно, какая она там, да, вправду это или неправда. Вот для меня Кастанеда, вот первый том особенно, был буквально учебником для видящего. Ну, если читать между строк, там, и вот эти моменты выцеплять, я такая, офигеть, но дальше я уже не читала. Ну, то есть я взяла, то есть вот так, как я в своей жизни делаю для себя, для меня это работает. Я нахожу информацию, смотрю, работает она на мне или нет. Если сейчас не работает, я иду дальше, беру тот кусок, комбинирую, соединяю, составляю и, в общем, получаю свой живой опыт. И потом из этого опыта говорю. Так вот для меня тело, личность, ум, вселенная, ну, вселенная вообще огромная тетка, отдельная тема, да, такая, с кривыми коленками, с 4-8, сколько у нее там ног, сколько у нас всего, ой, много ног, а сколько у нас еще. В общем, тело, личность, тело, личность, блин, столько всех этих названий, ум, сознание, разум, это все инструменты, для меня это инструменты, чувства, эмоции, это инструменты. А? А я не знаю, как в ваших, вот, в трактовках, эзотерика, в разных систем. Для меня ум – это вот эта вот трехмерная реальность, да, 3D Max капитальный, вот, как это называется, когда не настоящая реальность, как это называется? Виртуальная. Виртуальная, да, для меня ум – это виртуальная реальность, то есть вселенная использует, ну, вот для меня это так, вселенная использует ум для того, чтобы создавать разные ситуации, то есть это как бы инструмент для вселенной, инструмент для меня, когда я умею ним пользоваться. Личность для меня также такой же инструмент, тело – такой же инструмент. Когда мы чего-то боимся, да, вот есть отличная вещь, называется страх перед неизвестным. Выходишь на улицу, открываешь дверь, видишь такого чувака с ножом, ты понятия не имеешь, чего это такое, а если он там с тремя глазами, с вот такой челюстью, с такими зубами, волосатый, у кого какая будет первая реакция? Дверь закрыть еще. Убежать подальше. А у кого-то рождается любопытство, ты кто? Сначала дверь закрыть, а потом же... Эй, ты кто? Фига себе, чувак, жизнь покрипала. Говоришь, что закрыты двери, да? А ты просто первое, что видишь, это вот так, вот много зубов, три глаза, волосатый, это вот твой первый всплеск. Потому что есть реакция тела, ты еще ничего подумать не успеешь, а тело уже... Оно уже закрыло и побежало. Да-да-да-да-да-да. Типа ты, вот ты космоса чего-то горячего? У меня есть телесный опыт. Отжог, 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 отжог. Сразу попадем. Самосохранение? Самосохранение? Как прожить, ожог такой дежурный. Поглубь закрепить опыт, да. Так, сейчас я буду капитально сбиваться. Вот если мы не знаем что-то такое, вот как скальпель. У нас есть комната, у нас есть скальпель. Они лежат, вот комната, столы, компьютер и 10 скальпелей. Скальпель невероятный инструмент, правильно? Если им уметь пользоваться, можно вылечить от разных хирургическим путем. Можно человеку продлить жизнь еще на 10-20, а то и больше лет. То есть если уметь ним пользоваться. Если не уметь ним пользоваться, что получается? Кто скажет? Что? А что получается, если не умеешь? Лишить можно. Что лишить можно? Может карандаши дольше. Что получается? Запускаем десяток детей. Им от 8 до 12 лет. У нас в комнате есть компьютер. Останется только один, да? Десять негритян. Не, если есть компьютер, то вообще может они все компьютером не могут. Не факт, не факт. Да, мы все тут же бежим в интернет, естественно. А вот представим, 10 детей, 10 скальпелей. И у каждого ребенка будет своя реакция при взаимодействии со скальпелем. И естественно, даже при одинаковом опыте у детей будет разная реакция. Потому что каждый из нас проходит свой уникальный путь, свой опыт. Приходим к этому моменту. То есть у кого-то там мама на него кричит, у кого-то папа кричит, у кого-то бабушка денег не дает на конфеты. Всех запускают в одну комнату. Непонятные предметы лежат. Лежат непонятные предметы. Один-два умника лезут в интернет, но они не знают, как это называется. А как найти это в интернете, если вы не знаете, как это называется? Лежит какая-нибудь хрень. Вот она лежит какая-нибудь хрень. Я даже не знаю, чего положить такого. Нет, ну он же на ножик похож. На ножик похож, но не ножик. Водит в интернет что-то похожее на ножик. Два ребенка полезли в интернет к компьютеру. Что-то похожее на ножик. Да, вылезла реклама Контерстрайк, поединой диет, что это Скальпель, да, что-то похожее На ножик, острое, и описываем Да, описываем, эти два ребенка Описывают в гугле Как это, что это, оно вот выглядит вот так Вот, кто-то Да, остальные восемь уже экспериментируют И чего, это же прикольно, во-первых, оно блестит Яркий свет, скальпель блестит В рот, солнце В рот Кто-то кого-то режет Случайно А что смешного Нет, ну вот смотри, ты этого не знаешь Ты этого предмета, ты этот предмет впервые В жизни видишь, ты его берешь Скальпель острый, невероятно, да? Ребенок его берет А-а-а Бросает У него вся рука в крови И у каждого будет своя реакция после этого Каждый сделает свой вывод Вот еще два ребенка Схватили скальпель Какая штука Бросают руки в крови Очень больно А от скальпеля реально, как вот от лезвия, да, например Ну, представим, я не знаю, как скальпелем, кстати, резаться Ну, представим, что как от лезвия Очень больно В комнате где-нибудь есть аптечка, но не до аптечки И вот два ребенка порезались У одного реакция Это опасная вещь Я это больше никогда в жизни не возьму Я к этому даже близко не подойду Уходит в угол И там, не знаю Лечит свою рану Ждет, пока она затянется Или еще что-нибудь Второй ребенок Тоже говорит А-а-а, больно Вещь опасная Но у второго ребенка врубается после этого любопытство А че, что за вещь такая Он идет к тем другим, которые в инете сидят Слушайте, народ Впишите, оно еще режется с обоих сторон Очень так, капитально Они вводят что-то похожее на ножик Очень острое Тын-дын-дын Вылазит там Скальпель А у нас сколько еще детей осталось? Раз, два, три Еще шестеро Еще шестеро детей осталось Еще шестеро детей Эти шестеро детей видят эту ситуацию Один больше никогда не притронется к скальпелю Другой побежал в интернет, чтобы найти, что это такое Эти шесть детей, не соприкасаясь, не имея телесный опыт Уже видят, чем это может закончиться Возьмем еще двух Один ребенок, видя, что здесь вот Все очень плохо Здесь непонятно, потому что до сих пор не нашли, что такое скальпель Только там что-то вводят, шушукаются А этому уже плохо Этот испытывает боль и плачет Первый ребенок наблюдает за этой ситуацией Делает для себя логический вывод Я тоже больше никогда не буду касаться этого скальпеля Никогда Потому что вот эта реакция меня очень пугает Он тоже здесь Есть другой ребенок Он смотрит на это, да? И ему снова становится любопытно Понимаете? Да, он уже понимает Хорошо, я не буду делать вот так Я не буду брать его Не буду за него хвататься Но мне интересно Те чуваки ищут в интернете Если я еще туда пойду, я не ускорю процесс Потому что я не взаимодействовала с этой штукой Я начинаю ее изучать То есть этот ребенок начинает изучать Что это такое? Берет, не знаю, там Полотенце, еще что-то Чтобы не касаться телесно и не порезаться Сразу начинает работать мозг Все остальное И он берет это Безопасно Переворачивает Смотрит И видит, что вот, например, вот здесь Вот совсем по-другому, чем с этой стороны Наверное, где-то есть разница С какой стороны А, там кровь, да? Где порезалась Там кровь Вот здесь вот, наверное, там Более острая Берет, не пальцами Опять же, безопасный способ И вот тут вот начинает на столе Например, или где-нибудь Там, ну не на других же детях Он же увидел, уже больно Это больно и опасно И проверяет, где острая сторона У нас остаются еще Четыре ребенка, да? Один ребенок шизоид Его это все достает Он говорит Да блин, ну сколько можно? Берет безопасным методом И тыкает в этого Ну сразу проверим Что это такое Ну потому что уже достал У него из него агрессия прет Его уже приперло капитально И просто там Давай поиграемся Он безопасно взял Смотрите, он научился тоже Он тоже научился Он научился, наблюдая За этими детьми Не брать так вот Увидел, что этот научился Брать безопасно Он взял безопасно И начал проявлять себя, да? Без осознанности Без всего остального, да? Просто на импульсе Тых-тых-тых-тых-тых Все Этот орет Теряет сознание Истекает кровью Вот здесь вот У этого ребенка Шок Потому что Вот эта реакция Намного раз страшнее Чем вот та Маленький ребенок Просто руку порезал А этот помер И этот ребенок Который шизоид, да? Я почему Называю шизоидом Вы потом поймете Он видит, что Наблюдая за другими Он избежал Этой ситуации Но оказался В еще большей жопе То есть Получается Выбора нету, что ли? Я делал безопасно А получилось Еще хуже Такой ребенок Представим, что После этого Он вообще Замыкается Закрывается Он перестает Взаимодействовать С миром Он на личном опыте Увидел, что Наблюдая за другими И действуя Безопасно Он пришел В еще худшую ситуацию И он Полностью Закрывается Перестает вообще Общаться С другими Живыми Существами И страха Потому что Он не понял Как это произошло Как так получается? Ведь он взял Ножик Безопасно Ведь он Вернее, не ножик Да? Что-то острое Он взял безопасно Все должно было быть нормально Этой реакции Не должно было быть А получилась реакция Во сто крат хуже И не понимая Как это вышло Не понимая Этот механизм Он закрывается Перестает Общаться Абсолютно Со всеми Живыми Существами Понимая Что любое Живое Его можно убить А значит Если не общаться С живыми То он А ведь он Не знает Как это произошло И он не знает А вдруг он снова Это сделает И не увидит Он же не видит Как это работает А вдруг он снова Случайно Лишит кого-то жизни И он прекращает Общаться с живыми Существами Полностью закрывается Остается только Там По компьютеру Да? Телефон Заказы на дом Работа Интернет Ну интернет Работа Все дома 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 Начинается фобия Правильно? И видя Если живой человек Не дай Боже Заходит на его территорию У него начинается Истерика Агрессия Потеря сознания Выключение Потому что Нанести снова Вот такой вред Увидеть Что ты своими руками Лишил другого ребенка Человека Жизни Случайно Хотя делал все Чтобы не повторилась боль То есть все 100% Приложил Наблюдал Использовал мозг Делал все Что нужно сделать Но не получилось А получилось еще хуже Получилось вот это Он не порезал Он убил И такой человек Закрывается Все Он больше С этим взаимодействовать Не будет А теперь скажите мне Чтобы решить Это уравнение Чтобы вместо того Чтобы человек закрылся У него была другая реакция Чтобы он Все еще мог Продолжать общаться С живыми существами Что ему нужно здесь понять Кто может Начать Думать И предположить Но он видит Что это опыт Это страшный опыт Он не хочет Больше такого Другой способ Оно не проходит Там У него шок Это тоже не проходит У нас есть Первичная реакция Ужас И шок От того Что своими руками Используя Безопасные Методы Он лишил жизни Вот здесь у нас Боль Шок Паника Полное закрытие Увидеть Что этот опыт Не так ужасен А каким образом Он может Вон там труп Там труп Как этот опыт Не так ужасен Увидеть Третий опыт Когда кто-то другой Воспользовался этим Тоже безопасным способом И был какой-то Позитивный результат Спасенной жизни Да И вот если Находясь В своей закрытой зоне Этот человек Прочитает Например Вселенная же не бухает Не спит Она работает И работая в интернете Заходя на разные страницы Повзрослевший С полной капитальной фобией Человек Он видит Интервью Офигительного хирурга Который спасает Миллионы жизней Ну примерно Сотни тысяч жизней Используя ту вещь От которой у него Начинается Истерика Его типает И он даже Разговаривать не может И вот здесь До него Начинает Медленно Постепенно Доходить Естественно Это не так Что вот он Открыл Прочел О да Я понял И вышел на улицу И начал всех любить Это же годами Закрепленный механизм Он в теле Это серьезно И очень Не всегда легко И просто Получается Именно телесно Его освобождать Но он Начинает Видеть Как ты говоришь Правильно Другой Другой опыт Тех же действий Но другой опыт И тут он понимает Что вот Ему не хватило Только что Что ему не хватило Чтобы тоже прийти К этому А Нет Вот ему уже 25 лет У него это фобия Он все Он ни с кем не общается Здесь он видит Что другой человек Использовал это С пользой С реально Не то что пользой Он спасает людей Я убил человека А он спасает людей А кто сказал Про предположить Или что А как ему прожить опыт Ему тогда нужно Учиться На хирурга А как с его фобией Пойти учиться На хирурга Не получится Не получится прожить Такой же опыт А Пообщаться с хирургом Он не может Выйти в живую Чтобы пообщаться С хирургом А представим Он занимается Практиками разными Ну он же Хочет быть счастливым Он начинает собирать Позитивную Ну же личный опыт Такой же Надо еще раз заискать Он не может его взять Он не может его взять Представим Он работает То есть он занимается Тоже собой У него есть мозги Да Он же тогда научился Он посмотрел Он может пока он действие Сейчас Он очень хорошо Принял то что произошло Капитально так Глубоко Он не может выйти на улицу Куда идти обучаться У него же фобия Общения с живыми людьми Нужно творительность Создание Он не решит свои проблемы Ему нужно перестать бояться Живых людей Можно просто перенаправить Свою внимание Статую 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 Спасения Не на убить А в шоке Поехали Нет Это же действительно Предмет убийства Это понятно Это видно Человеку Который Не имеет в теле Шока И паники От того что сейчас Мы убили человека Это очень понятно Если ты смотришь со стороны А он внутри У него все будет натыкаться На одну и ту же дверь Я убил человека Я убил человека Я убил человека Я лишила его жизни Позитивно очень Нифига не все нормально Он снова войдет в эту ситуацию И наступит на хомячка И увидит У него У меня хомячок 6 лет умер На моих руках Потому что я на него случайно наступила Я потом еще 20 лет Боялась Нанести вред другим людям Хомячкам Нет Другим людям Живым существам Я увидела Что я Из-за своей невнимательности Могу уничтожить Живое существо А оно потом умерло У меня То есть я отнесла его папе Папочка С криками С улицы Домой Папа его промывает Под водой А он Ты чего он Я на него наступила Ты убила хомяка? Да Я убила хомяка Страшная карма А потом засняла этот страх Как ты пожила? Можно я закончу? Я сейчас закончу Да Я типа мысль веду Давайте Вместе Работай слаженно И вот Мне запомнилось Телесно Не то Что я на него наступила Не то Как я несла его папе А момент того Что папа отдал Потом его мне Умирающий хомячок Мне же там Шесть или семь лет Нет Нет Ну То как я это запомнила Не факт того Как это произошло Но как у меня В памяти Отложилось Потому что Оно в памяти Откладывается Больше по эмоциям И чувствам Нежели потом Как реально Это происходит Да Я запомнила Я запомнила Факт того Что этот хомячок Истекает кровью Он не может дышать Он больше не может дышать Он не может жить Этот факт Очень закрепился Потом Когда я выросла Оно склеилось То есть я больше Начала осознавать Почему я это сделала Я была невнимательная Мама мне сказала Не выпускаю его Из клетки на улице Мама мне сказала Мама предупредила меня Я была невнимательная И чувство вины Очень хорошо села В эту нейронную цепочку Невнимательно Не услышала Вернее услышала Не приняла к сведению Чувство вины Здесь очень хорошо помещается Смерть Так вот этот человек Так же само У него первая дверь На любую реакцию Связанная с живым человеком Связанная со скальпелем Связанная со смертью Будет натыкаться Я убил человека Это сделал я Я убил Лишил жизни Из-за меня Он больше не может дышать К примеру А из-за меня он еще мучился Потому что он порезал ему живот А живу в живот Если на артерию и вену не попал То это долго Ребенок мучается и орет А этот это все видит Бегает Это не смешно Потому что в жизни В бытовом происходит Вот такие мельчайшие вещи Когда мы случайно наступаем На хомячка Когда мы случайно Давим попугайчика в детстве А потом мы смотрим на другого человека Строим с ним семейные отношения И боимся ему сказать Что у тебя кривые коленки А вдруг это приведет его к самоубийству Мы начинаем просчитывать абсолютно все Вот такие вот широкий спектр любой жопы Это я к чему? Это все еще к тому моменту Что если мы не знаем Что это за инструмент Если мы не прочитали инструкцию То мы Зная, что бывают такие моменты Хватаешь, больно Либо мы просто это не трогаем Да, увидели страшного монстра Закрыли дверь и пошли Все, мы забыли об этом Этого не было Ой, как классно Прекрасная жизнь Обалденно, суперский Отвлеклись Время прошло И мы дальше живем своей жизнью А факт испуга тела В момент того, что она увидела Трехглазного страшного С клыками Понимаете? Там за той дверью мог стоять чувак Какой-нибудь клоун Ну не знаю, артист Но У нас была реакция Мы увидели Закрыли Пошли Убежали Забыли И живем дальше Мы живем дальше Все нормально, все нормально, все нормально Но Что происходит? Слишком волосатый мужчина Реакция будет такая же самая Больше клыки выходят Реакция будет такая же самая Эти глаза Если сделают Обработают его фотографию С этим С еще одним глазом По случайности Да, вселенная не бухает По случайности Этот человек Ваш любимый человек Сделает кто-нибудь Его обработает фотографию В фотошопе Так, что он один в один Напоминает того страшного монстра То есть, когда уже очень сильно Не доходит Стреляна и говорит Ну ладно Веселым простым способом Фотошоп А этот человек приходит и говорит У вас день рождения А он специально свою фотку Так обработал С прикольной такой надписью И он от чистого сердца Дарит вам свою фотографию В этом образе С какой-то прекрасной Смешной надписью Да Сейчас юмор очень хорошо Распространен в отношениях И у вас начинается паника Паника и агрессия на него Уйди И вы не понимаете, что происходит Ненависть прет И все, что хочется Уйти Уйди Или я уйду И вы не понимаете, что происходит Вас вбрасывают телесно Моментально в это переживание Но вы-то забыли этот момент Это был момент Две секунды Увидели, закрыли дверь Пошли Да, да Это я просто остановилась На этом моменте Но все, что будет связано С той ситуацией Будет автоматом Определять вас туда Вот туда И будем избегать Волосатых мужчин Мужчин с более Клыкообразными зубами Например Или женщин Волосатых женщин Тоже страшно Да Да уж Видите А что парню-то надо сделать Чтобы раздумывать Так мы все еще решаем Эту ситуацию Так вот он дарит ей Эту фотографию Он от чистого сердца Вы знаете Он до 4 утра Просидел в фотошопе Искал клыки Классную реалистичную шерсть А у нее такая Офигительная реакция И они решили этот конструкт Хорошо Была вспышка Милая Ты просто была Неуверновешенная Все нормально Может у тебя было много проблем Я тебя понимаю Тебя люблю Она успокаивается Все хорошо Но после этого момента Каждый раз Когда она о нем думает Каждый раз Когда она на него смотрит У нее одна и та же реакция Однозначно Точно такая же Которая была Когда она увидела Страшное непонятное существо И захлопнула дверь Это я Все это говорю К тому Насколько Телесные реакции Такая неверно важная вещь Например В моей жизни Я мозгами много понимаю Например А телесные реакции продолжаются Я это понимаю головой Я понимаю Что я его люблю Но когда я его вижу Хочется закрыть дверь И выйти И мы буквально Фразами об этом говорим Что мне нравится Это в том Что фразировка Обычно повторяет Один в один Ту ситуацию Или ту фразу Которая была там сказана В той болевой В тот болевой момент Так вот Когда мы не знаем Что это за инструмент Мы боимся его использовать Что мы говорим Ум надо уничтожить Личность надо на кусочки Разобрать Она должна интегрироваться Уйти В общем пока Не должно быть ни личности Ни ума Я не знаю Как с этим работать Оно причиняет мне беспокойство Поэтому от этого нужно избавиться Останусь Я Ну и тело Потому что Ну без тела я не могу играть Я в общем-то тоже Его не очень понимаю Да Но тело Хотя бы не приносит Столько дискомфортов Как личность И ум Ум непонятно чем занят Правильно А личность то и дело Нарывит Как собственную выгоду получить Это все меня пугает Как тот самый скальпель Смотрю на других людей Вижу как у них личность работает Это страшно А у этого ум Постоянно говорит Это страшно То есть я смотрю И вижу Вот этот опыт со скальпелем Я не хочу Этот опыт со скальпелем Я не хочу Что нужно Не касаться скальпеля Нужно убрать скальпель С своей жизни Нужно избавиться от ума Заткнуть его хорошенько И от личности На кусочки И на мусорку И вот тут я уже перехожу Больше уже к той теме То есть это все была раскачка Чтобы аналогиями Можно было Ближе понять Что будет дальше То есть здесь главный фактор Если мы чего-то не понимаем И не интересуемся Что это такое Как оно работает Нас это пугает Мы просто не хотим С этим сталкиваться И мы стараемся От этого избавиться Или это как-нибудь Подправить В той сфере В которой мы немного Имеем представление Об этой вещи Которая нас пугает Которая просит нам дискомфорт Так же самое же и с сиськами Первый размер Приносит дискомфорт Что нужно собрать денег На пластическую операцию Нужно это исправить Потому что мы не понимаем Что в общем-то С третьим размером Заниматься фитнесом Не очень удобно Но мы этого не понимаем Говорим Нужно это исправить Итак Возьмем Что личность Вот в моем опыте Это инструмент Так как я рассказываю Своей карте мира Личность для меня Это инструмент Кто знаком с таким понятием Как электрическая плата У меня просто папа Электромеханики У меня много терминов Связанных с электричеством Нет, да? Что вообще нет? А, есть Раз, два, три Но мало Представим нечто Где есть Пункты Как таможенные пункты Электричество Проходит сквозь каждый Таможенный пункт Но Либо оно поворачивает налево Либо направо Если налево Горят две лампочки Если направо Одна большая Если прямо Три зеленые Так и у нас Для меня Есть личность Это вот эта Электрическая плата Есть таможенные пункты Куда электричество Проходит Там и загораются Лампочки Это моё Охренеть А без звука Вот я мое Я в школе Не любила алгебру Я и так Чуть-чуть понимала То есть для меня Это психология Как электричество И математика Вот электричество Благодаря папе Математика Благодаря девятому Классу в школе Когда у нас была Классная училка Хоть что-то я Поняла в девятом классе И поэтому Психика и тело Электричество в теле И все эти механизмы Для меня Это как вот Физика и математика В которых у меня Что там тройка Что там тройка Но с психикой У меня получается Очень хорошо это понимать А с числами Вообще никак И вот у нас есть Как же это правильно назвать Чтобы вот Было для вас В общем-то понятно Чтобы вы понимали То есть я буду говорить Электрическая оплата Это понятно для меня Можете А кому еще Это понятно А кому это непонятно Сейчас поднимайте руки Кому это непонятно Потом дальше На этом будет много строиться То есть Путь следствия Следования сигнала Путь следования сигнала Через какие моменты Он проходит Такой результат у нас и есть И вот личность Это такая Карта Следования Электрического сигнала В теле Берем первый момент Электричество включается И вот Можно свернуть налево А можно свернуть направо Как там Или Амурами Налево пойдешь Направо пойдешь Будешь долго стоять В рожу получишь Здесь так же само Если мы идем налево Здесь у нас Целые механизмы Настроены на то Что другое существо Ну даже не так скажем Настроено на то Что Весь окружающий мир Это не я Если это не я То мне это неизвестно Если оно мне неизвестно Оно меня пугает Если оно меня пугает Я защищаюсь Я автоматом Настолько внимательный И напряжен Всегда Что я держу защиту Ведь это не я Если не я Значит это опасность Предположительная опасность Всегда держит Нас в напряжении Потому что мы понятия Не имеем Откуда ждать чего Нападение Ведь это другое существо И оно не я Однозначно Если оно не я Себя-то я хоть немножко знаю Другое существо Я вообще не знаю Если оно волосатое С тремя ушами Это страх и ужас Я сразу закрываю дверь Я защищаюсь И еще у меня агрессия Отойди от двери твою мать Там мама идет И вот если мы сворачиваем налево В таможню Где все что снаружи меня Это не я Это значит что оно мне неизвестно Оно опасно И есть как только я расслаблюсь Как только я перестану быть внимательной Стоит мне расслабиться Это другое Странное Непонятное Неизвестное мне существо В какой-то момент Однозначно Нанесет мне вред Так же происходит Нам сложно довериться По какой причине Почему вот вам сложно довериться Другим Другим неизвестным Странным существам Кто может ответить Хоть примерно Неизвестно что ожидаем Боимся боли Опасность Это значит что все время Сворачивая налево В личности Электричество Будет вызывать Реакцию Страха Страха Защиты Защиты А защита Обычно идет Либо через Игнорирование Либо через Нападение То есть я боюсь Человека Я либо с ним не общаюсь Либо я начинаю ему Втирать Какой он такой И каким ему нужно Остать Чтобы наконец-то Я могла ему доверять Хоть на секунду Предположительно И то Потому что все равно Моя личность Работает по сигналу Все что снаружи меня Это не я Если не я Это опасно Если опасно Значит точно Нанесет мне вред Рано или поздно Твердое знание Это реально Твердое знание Становится Потому что Мы сталкиваемся с чем Что другие люди Наносят нам вред Обижают Кричат Толкаются в маршрутке Трутся непонятными местами Это странные существа Да Это точно не я Я бы сама с собой Такое не делала В маршрутке И мы буквально Имеем телесный опыт Доказательства того Что если ты сворачиваешь налево Это таможня На самом деле реальность На самом деле Другие существа Не я Они Они просто не думают Обо мне Они наносят мне вред Когда угодно Сколько угодно Где угодно А чтобы от этого Защититься Необходимо Либо их избегать Либо нападать на них То есть при всем этом Когда личность Сворачивает Когда личность работает По электрическому сигналу Который выходит В таможню Другую Все что снаружи меня Это не я В теле все время Будет присутствовать Перенапряжение Потому что Во-первых Нужно быть внимательным Ко всем вам Я вас не знаю Правильно Вы странные существа Я не знаю Что у вас там в голове У кого-то кирпич У кого-то еще что-нибудь Я напряженная Я напряженная От того Что я ожидаю От вас Того Что вы Опасные Вы сделаете мне больно Вы однозначно Сделаете мне больно Стой только мне расслабиться Построить отношения На работающей Такой личности Невероятно сложно Потому что Как было Мама же говорит Что мужчина Всегда виноват Это в смысле того Что я знаю Что другой человек Опасность Реальная живая опасность И да Я так его люблю Но это же опасность Но я-то этого не понимаю Что я воспринимаю Как опасность Это нормально Весь социум Так друг друга Воспринимает Мы же разные Мы чужие друг к другу Мы отдельные существа Это потом Эзотерия какая-то Началась Типа Мы единые Говори всем Да Слушайся Мы же одно поле Почему ты не хочешь Делать то Что я говорю Быстро И если Для меня Мой партнер По умолчанию Опасность Я всегда буду В ожидании Нападения от него Если я в ожидании Нападения от него Что я делаю Я его подкалываю Постоянно Чтобы проверить В каком он состоянии Че ты меня смотришь так А? Че ты меня подкалываешь Я тебе не подкалываю Я с тобой просто разговариваю Я тебя безусловие люблю Ничего не ожидаю от тебя Че ты меня так смотришь? Че ты за балаган устроил? За балаган устроил Вот видишь Это подтверждение Раз в копилку Боли Этот человек Причинил мне боль Ага Вот такой мир На самом деле Так Все С тобой не общаюсь Ни дели Никакого секса А у меня третий размер Я посмотрю в другую сторону Если электрический сигнал Сворачивать на таможню Который называется Я есть все Сущее Все Я по-разному одет Меня по-разному зовут У меня страшные Разные опыты в жизни Я делаю страшные Разные решения Там столько вообще Вот меня столько всего разного Боже, как это впихнуть И эти все Я разные Живут по схеме Все снаружи Это не я В общем сигнал Сворачивает в эту таможню Я Есть абсолютно все Абсолютно все Потолок Стены Стул Люди Деревья Животные Вода в бутылке Ручка И пишущей ручкой И тетрадка На которой пишет Ручкой Пишущей ручкой Ой, блин Тогда этих механизмов Я Внимателен И напряжен Потому что я ожидаю От тебя опасностей Уже нету Этого механизма Он присутствует Только здесь То есть я вижу Впервые человека Да Если я иду В таможню налево Ты опасный Чужой враг Что смешного Я еще приготовила Да Ты опасный Чужой враг Я впервые его вижу Я начинаю Что я начинаю Вот что вы начинаете делать Вот А зачем Вы только на него посмотрели На всякий случай На всякий Верно Верно На всякий случай Ну Это же неизвестно кто Вообще Я его не знаю Только лично Не воспринимаю Это сейчас Это сценка Я смотрю на него Я начинаю делать первую вещь Я его оцениваю Как он выглядит Как он на меня смотрит Во что он одет Не бухой ли он Не накуренный ли он Не наркоман Я тут же прохожусь По всему своему списку опасностей Чтобы понять Насколько он соответствует Не соответствует Потому что он такой Прикольный В некоторых местах И хочется подойти И спросить Как тебя зовут Но Если он выглядит Как у меня Например Наркоман Хотя вот Ну одет прилично Может не наркоман Смотрит Не понимает Я все время Шморгает Больной Наверное Я уже ничего не делаю Вы видите Я в состоянии ожидания Я оцениваю И думаю Стоит оно того Или не стоит Стоит оно того Чтобы реализовать Своё чувство любопытства Понимаете У меня есть просто любопытство Кто ты Тут вот сигнал Какой ты Кто ты Что ты Есть нормальное любопытство Здоровое Искреннее Нормальное любопытство Как приходите в зоопарк Куча разных зверей С разных планет Вы их никогда не видели Они в клетках Все безопасно Вау Ого А кто это А что это Написано Нифига себе Какое-то странное название Ну на матюки похоже Ну классный Вот Первый сигнал Представим Что первый сигнал Это искреннее любопытство Искренний интерес Познать И вот Если идет налево Если этот сигнал Сворачивает налево Ну мало ему секса Сперматоксикоз Смотрит на человека И начинает оценивать Ведь это опасность Это опасность 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 Я знаю что ты опасность Я тебя оцениваю Хорошо Ты проходишь По некоторым пунктам Ты нормально одет Да Наверное с тобой Можно пообщаться Но ты опасность Опасность Все время В голове будет крутиться Опасность 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 То есть напряжение Напряжение Я все время буду думать Стоит не стоит Стоит не стоит Стоит не стоит А стоит оно того Подойти к тебе И спросить Как тебя зовут В то что ты какую-то хрень Мне скажешь Я начинаю просчитывать Ну хорошо Скажешь ты Как тебя зовут Окей А вдруг у тебя жена И дети То есть нету смысла Подходить и спрашивать Как тебя зовут Ты все равно сделаешь мне больно. А если у тебя нет детей, то тем более сделаешь мне больно. Ты посмотришь на меня, а я же себя не люблю, не ценю, правильно? И ты подумаешь, какую-то хрень обо мне. И так вот мы идем по улице или сидим в кафе, да? Как это обычно в бытовой жизни? Огромнейшие механизмы, а на поверхности так. И забыли, и пошли дальше. Смерли с тех, у кого так было, наверное. А? Смерли? Смерли с тех, у кого так было. Не знаю. Не смеясь, потому что я тоже. Да. Посмотрели, это все произошло. Целая реакция. Не стоит. И пошли. Мы даже не думаем, наверное, что не стоит, потому что... Я не знаю, что я почувствовала. Просто, ну, не хочется, и все. Ну, не хочется. А чего копать глубже, почему не хочется? Потому что там я резко начинаю видеть, что? Он мне отца напоминает. Это такая сволочь была. Я к нему не... А этого уже не надо видеть, потому что там боль. Там боль. Поэтому... Пока. И снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Я сейчас дальше приду к моменту, почему это... К образованию боли. И очень прикольному фактору, как Вселенная обходит все наши механизмы, которые мы выстраиваем, чтобы мы наконец-то поняли себя. Так вот, у меня есть искренний интерес. Я к нему подхожу, я либо говорю, ааа, и ухожу, да? Либо подхожу, я уже с претензией к нему подхожу. Он же опасный. Как тебя зовут? Странный чувак. Нормальные люди так мне отвечают. Они говорят, как его зовут обычно. Тебе что, сложно сказать, как тебя зовут? Зачем рубежище нет? Но здесь мне становится интересно, почему он отвечает не так, как все нормальные люди. Но у меня есть опасность, опасность, опасность. Я думаю, чтобы такого ему сделать, чтобы он расслабился и ответил на мои вопросы. Главное, он расслабился. Замечаем, да? У тебя же сиськи. Он расслабит. Да. Хочешь сникерс? Нет, спасибо. И вот тут мы понимаем, это плохой человек. Я к нему... И вот так, и вот это к нему. Я ему со всей душой сникерс даю. Он мне говорит, нет, спасибо. Срабатывает что? Ты меня не понимаешь. Мы только две минуты знакомы. Что же будет дальше? Вы еще не знакомы. Да, вы даже не знакомы. А я уже понимаю, что этот человек меня не понимает. Я вижу, что он меня не понимает. Я же ему сникерс даю. От души. Кусок от печенки. Я обожаю сникерс. Купила пять минут назад. Думала, сейчас съем. Увидела тебя. Но это же все у меня внутри. Я ему прямо об этом не говорю. Он не в курсе, насколько сникерс для меня высшая ценность. Он, может быть, только что нахавался с ласками, его тошнит. Я ему высшую ценность даю, а он мне, спасибо, не надо. И без момента коммуникации два человека, два существа во Вселенной расходятся с осадком внутри. Один точно с осадком, потому что высшую ценность не приняли. Другой не знают. А был бы момент коммуникации, и было бы все по-другому, правильно? Или нет? Как вот, скажем так. Что мне нужно было бы ему сказать, чтобы он понял, что сникерс для меня высшая ценность? Кто знает, что мне нужно сказать Марату, чтобы он понял, что для меня сникерс высшая ценность? Как сказать? Чувак, для меня сникерс высшая ценность. Ты что, не понимаешь? Я пойду, хорошо. То есть он долго терпел по электрической... Да, это все понятно. У кого какие ценности, кому что интересно. Видите, сколько всего сразу? Да не понятно, я же его не знаю. Он меня не знает. Чувствуем устраиваться. Ну ему же тоже надо было сказать. Я чувствую, что лопилась мне от твоего сникера сейчас. Да, ты мог тоже прямо мне сказать? А ты не сказал мне прямо? Мы с тобой даже не знакомы, ты ко мне пристала здесь. Я тебя спросила, как тебя зовут? Да, а потом отвернулась. Ты как-то странно отвечаешь. Какой-то претензии сказала, как себя зовут. Я что, виноплата теперь? Опять непонимание. Видите? Я слышу что? Я слышу упреки. Я слышу в его фразах все время упреки. Он мне нормально прямо говорит. Ты не спросила, да? Ты отвернулась. Он просто говорит мне, буквально просто транслирует субтитрами мои действия. А я слышу упреки. Я говорю, да ты сволочь вообще? Ты себя в зеркало видел? Я тебе сникерс даю. Ты знаешь, насколько мне сникерс важен? Мне еще два часа ехать. Я думала, покушаю. Я увидела тебя. А ты меня не оценил. Сволочь. Все. Это тоже очень важный момент. Поскольку, когда человек снаружи не соответствует этим ожиданиям. Он своей фразой наступает нам на больной мозоль. Мы же проработаны внутри. Мы искренние. Мы ему говорим. Ты понимаешь, насколько для меня это высшая ценность. Я вот от сердца. Мне еще кушать. А я бы тебе хотела это подарить. Тын-тын-тын. Мы делаем искренно. Но он наступил нам на мозоль. И что мы делаем? Ты сволочь. Понял? И все это мы ломаем. Потому что больно. Симпатичный. Да, симпатичный. И все это мы ломаем. Ломаем только потому, что в этом моменте, в его фразах, я слышу упрек. Я слышу претензии. Я чувствую себя дискомфортно. И если в этом моменте я не понимаю, почему я чувствую себя дискомфортно, боль, которую он задел во мне, типа, я выплескиваю на него. На, забери свое. Ну, так обычно происходит в конфликтах в семье. Как у вас происходит в конфликтах, когда вот вы с любимыми людьми общаетесь, и он делает вам больно? А вы с ним открыто, например, говорите, вот там мне больно. Как у вас это происходит? Кто может рассказать? Ну, ладно, конечно, все зависит от ситуации. Я не знаю. От настроения, от состояния людей. У всех все бывает. Ну, понятно. Замкнуться хочется. Замкнуться хочется. Ну, ты про себя могу сказать, например. Мне не всегда. Я могу быть и агрессивной, могу и утереветь, могу и замкнуться, могу и кинуться на него, драться. Там вообще варианты просто уйма. Зависит от того. От чего? Ну, от самой ситуации, от его поведения. Одных факторов. От первоначального моего состояния. А что самое первоначальное? Твое состояние или его поведение? Вот ты, то есть ты приходишь в хорошем состоянии, реально хорошем, но он делает какую-то жопу, то ты не бросаешься на него, ты его понимаешь. И все нормально. Если в хорошем состоянии, то игноришь. А? Если в хорошем состояние, то игноришь. Игноришь. Когда боль задевают, я всегда одно и то же. Если мне человек причинил боль, то я обязательно должен причинить в ответ боль. Иначе они просто не успокоят. Есть заблуждение, что я не отлеживаю. Готовься, готовься. Это имеется в виду не физическое, а моральное. Не с любимыми, а с незнакомыми людьми. Мне почему-то интересно это разобрать. А с близкими как работает? Если близкий делает больно, если тебе делает больно близкий человек? Вообще давно никто не делал тебе больно. Я могу сейчас вспомнить. Мне сейчас очень актуально с незнакомыми совершенно. Ну вот с незнакомым человеком. Вот если ты не знакомый, то делает тебе больно. Понимаешь, он не знакомый. Потому что он не знакомый. Может быть, ему просто не интересно то, что любопытство в тебе возникло. У него его нет. Как ты вообще можешь спровоцировать на коммуникацию? Я ему сникер сдаю. Ну даешь, да. Дальше ты не вызвала в нем любопытство. Ну мы говорим сейчас о другой реакции. Я понимаю, да. Я просто… У меня был брак, там было вот такое реактивное поведение. То есть во мне задевалась боль, и это однозначно от его поведения зависело. Все что-то показывала, вот это было. Милый, давай там сегодня… Вот я что-то не в настроении. Я такая… Да я тут для тебя, тут вот пытаясь, да то все. Вот ты же говорил так. Ты мне говорил, что ты хочешь, чтобы я тебя утром кофе принесла. Пришла, блин, там не знаю, в них лежит, там не знаю, там танцевала, там спела. Вот я все это сделала. Ну вот ты это делаешь, как-то неестественно. А я тут еще потом неестественно это делаю. Ну пошел. Супер. Супер. Вот это левая таможня. Это левая таможня. Другой человек – опасность. Это приводит к реальным жопам. Кто еще может поделиться своим опытом? Есть другая проблема. Это когда систематическое не делание чего-то. То есть ты себе выстроил ожидания, ты два года. Человек говорит, что надо делать вот так, ты прекрасен, но у тебя все получится, если ты перестанешь сидеть на жопе ровно. А он все равно делает систематически одно и то же не делание. То есть ты приходишь и видишь, кажется, нет. И твоя реакция какая? Реакция – разочарование. А дайте сказать, ладно, делай что хочешь, я пойду на лево, направо. Или что-то буду делать вообще свое, ты занимаешься своей жизнью. И это приходит к разочарованию, отторжению и просто опустошению. Да, еще кто? Ну, кто готов еще поделиться? Донести до него, да? Ты въезжаешь, да? Для меня сникерс. Я покушать хотела. Я теперь на него смотрю, мне противно. Я тебя же с тобой связываю. Ты понимаешь? Я буду кушать и буду… Вот, он меня не понял. Просто человек, ты мне понравился, ты меня не понял. Я даже сникерс теперь кушать не хочу. А денег на другую сникерс нету. Что с тобой происходит? Нужно все чайковые пищи. У нас подвоится. Мы сейчас говорим про близких людей. Да. Поэтому я могу себе позволить. С близким ты можешь позволить донести до него. Я с тем угодно, в принципе, могу позволить. Просто мы сейчас с твоим близким. Я поняла. Ну да, я же и реакцию обратную связь беру. Я сейчас пытаюсь говорить о том, что это твое поведение вызывает на меня. Мне больно становится. У меня какая-то есть зацепка или привязка. Есть какой-то блок. Я не могу. Я хочу что-то сделать, чтобы его не было. Я понимаю, что проблема во мне. Я понимаю, что ты себя ведёшь так, как ты ведёшь. А я в этом себе что-то домысливаю. Я это вижу. Но я не знаю, как это убрать. Мне нужен механизм. Потому что я не понимаю. Сейчас я это уже начинаю видеть. Но механизм... Я тут вот недавно... Ну, кто в... Ты человек, с которым общаешься, посредством... Ну, я пускай крепче. Я вначале не услышала. Я говорю, с человеком общаешься, да, там есть какие-то проблемы. Ты обращай, помоги, я не знаю, помоги. Я не могу сам справиться, помоги. Ну, по крайней мере, вот в данный момент, да, уже несколько лет. Мы решаем так проблемы. На ступчик сели. Так, всё честно. Всё дермётся сюда. Я... Ну, уже дермётся в руки. Я своё всё сюда, оба туда залаживаю. С рукой. С рукой. Нет, ну, это на самом деле да. Просто это откровенно нужно. Нужно быть искренними. В первую очередь, с собой, честными с собой. И со своим любимым человеком, своим близким, родным. И всё. Не справляешь. И всё. Для этого надо, чтобы он тоже был здоров. Да. Чтобы было этим заниматься. Ну, естественно. Если он сидит и качает головой, да. Он шутер приводит. Нет, я же тоже говорю с своего опыта. Я не могу сказать за всех, за вас. У нас были ситуации, и на колени друг перед другом падали, и через стыд переступали, через стыд. Всё, слёд текут, не могу. Не могу понять, в чём проблема. Всё, прости, извини, помоги. Давай, садись. Ом, ом. Оп, выключи. Что делать, да? Ну-ка же. Всё. Ситуации стали улетучивать сами собой. Вот как заинтересовать... Не-не, сейчас мы не об этом. Я понимаю, но как раз об этом. Нет. Мы не о том, как заинтересовать, а о том, как происходит коммуникация, когда мы другого человека чувствуем подсознательно как опасность. И тогда бывает даже, когда вы выкидываешь своё говнецо, и он своё говнецо, и вы видите там своё реальное говнецо, да, и вот здесь вот очень сложно переступить, бывает очень сложно переступить стыд, признать свою вину. Стыд, страх, вину, неправость, нечестность с собой вчера, неделю назад. Да. Особенно с собой. Когда познакомились, да. Там много. Потому что получается, что вот когда после долгого времени, да, брака или отношений начинается копание говнеца, и мы начинаем видеть, оказывается, с какой целью ты на мне женился. Да, отлично, великолепно, спасибо. То туда, как бы лучше, наверное, да, типа, давай не будем туда, лис, милая, пойдём фильм посмотрим, пойдём сходим куда-нибудь. Ты не зацикливайся на этом. Я тебя сейчас уже люблю. Это то, это следствие, следствие таможни с левой стороны существа. Мир снаружи меня, не я, он опасный, нужно защищаться, закрываться, нападать, но ни в коем случае не подходить и не налаживать коммуникацию. И с другой стороны, всё ещё к этому иду, да, никак не могу объяснить. Я абсолютно всё. Тогда мой искренний интерес и любопытство не перекрывается напряжением. Он дальше проходит. У меня всё ещё есть интерес и любопытство, ведь ты это другой я. Прикольно. У меня нету здесь страха перед ним. Я не подразумеваю, что он опасность. У тебя интерес угасает при этом? Сейчас. Да, я закончу. Спасибо. И мой искренний интерес и любопытство остаются к нему. Я такая. Да, переносим сюда поближе. Слушай, как тебя зовут? А минтаж. Приятно. У меня остаётся искренний интерес и любопытство. Ты какую-нибудь хрень сделай. Сейчас. А сейчас и надо. Я знаю, что это не опасность. Это другая я. Это просто другая я. И поэтому в его словах я не слышу упрёка. Я не слышу претензий. Это же другая я. Это как подойти к себе в зеркало искать. Что ты сказал там? Что тебе надо? Подходите утром, просыпаетесь, смотрите на себя в зеркало. Что тебе надо, блин? Оно воспринимается по-другому. Да, вы понимаете? Вы с собой разговариваете. Опасности нет. Ты не вылезешь сама из зеркала, не дашь себе по голове. И вот здесь так же само. Он говорит, что мне надо? И он мне говорит, что мне надо? Я слышу, я слышу без упрёков, без претензий. Я слышу чистый сигнал, что мне надо. Так как это не опасность, любопытство сохраняется. Я нормально, свободно, открыто о себе говорю. Да, это же не опасность. Я закрываюсь только в том случае, когда это опасность. Я говорю, я стесняюсь, но ты очень интересный человек, мне кажется. С чего ты взяла? Не знаю. Взгляд у тебя. Стесняешься почему? А стесняешься почему? А он не спросил меня, почему я стесняюсь? Ну, а я спрашиваю. Потому что здесь я понимаю, это другая я, а значит, у этого другого меня есть свой жизненный опыт. Он может слышать в моих словах разные вещи. Он имеет свои страхи, свою боль. То есть, когда я понимаю, что это всё я, я автоматом реально… Я понимаю, что вот в этой оболочке у меня есть свой опыт, свои всякие разные штуки, свои предпочтения, свои желания, свои мечты. Своя телесная боль, ещё разные штуки. У этого человека есть всё то же самое, но его. И я понятия не имею, что именно там в нём. И поэтому я не знаю, как к нему подойти. Я не знаю, как разговаривать с ним так, чтобы он меня не испугался. И поэтому я говорю, я стесняюсь. Я стесняюсь. Или я могу больше сказать, например, я не знаю, как с тобой так наладить общение, чтобы это не вышло в конфликт. Потому что ты мне интересен. Но даже здесь нормальные люди пугаются, да? Они говорят, что ты от меня хочешь? Разве это нормально? Что? Пугаться от этого. Кто ответит на этот вопрос? Я. Это, конечно, нормально, но люди пугаются, потому что у них вот все вот эти вот маски, да, они не видят реальности, они всё смотрят вот в свою боль вот в эту. И тогда вот такая вот реакция, они, ну, искренние, они вообще там, ну, сразу себе, то, что ты говорил до этого, вот, диалог начинается с внутренней, они там столько наворачивают, ты уже не с тобой разговаривал, а со своими этими страхами, демонами и так далее. И поэтому, когда вы понимаете, что, когда вы это чувствуете, или хотя бы вы понимаете, да, вот в эту игру можно играть, вот как бы по геометрии было, есть доказать теорию прямо, да, и от противного. И вот здесь вот смотрите на другого человека, вы не чувствуете себя с ним одним целым, да, что это другой я, это какой-то стрёмный другой я. Будем искренне, да, к себе, там, это стрёмный другой я. Я чувствую страх, я ещё не чувствую, что это другой я, и поэтому у меня ещё присутствуют страхи и опасность, да. Но я хочу научиться, научиться это чувствовать. Беру теорию от противного и кручу себе в башке, так, а это другой я, это просто другой я со своей другой жизнью, со своей болью, со своими страхами, может, там и нету боли, может, там нету страхов, но я-то не знаю. Но это другой я, это другой я, это другой я. Всё время напоминаю себе, что это не опасность, но это другой я, другой я, другой я. И мои инструменты совсем по-другому выстраиваются. Не защищаться и нападать. «Как тебя зовут? Не хочешь мне отвечать? На Сникерс! Не хочешь Сникерс? Ты плохой!» Всё, пока. Это другой я, даже когда, например, я тебе говорю, да, ты мне нравишься. Я не знаю, как найти к тебе правильный подход, чтобы ты услышал в моих словах не что-то большее, чем или страшное, а просто «ты мне нравишься», в смысле. Вот здесь субтитры очень важные, да. «Я тебя люблю», «ты мне нравишься». Говорят, «я тебя люблю», а другой слышит, «я не могу без тебя жить». «Выходи за меня замуж». Или «ты мне нравишься», «ага, секса хочешь». Субтитры очень важная вещь. Когда вы можете сказать другому человеку «ты мне нравишься», это означает, что я вижу тебя красивым. Мне интересно, какой ты внутри. Мне просто интересно, какой ты внутри, чем ты живёшь, какие у тебя мечты, чего ты боишься. Только, естественно, если тебе интересно со мной этим поделиться, и тебе я интересна как просто человек, и просто поговорить, узнать друг друга без всяких сексуальных, романтических, эротических отношений. Вот эту хрень, эти субтитры, да, мы обычно не говорим, потому что это немного бессмысленно. Этого человека, не знаю, начинают что-то ему пояснять каждое своё слово, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но посмотрите с другой стороны. Когда к вам человек на улицу подходит, и он хочет с вами познакомиться, мы знаем про такую вещь, как эта штука называется, когда… Пикап. Пикап, да. Мы знаем про пикап. И поэтому все эти моменты, цветочки, улыбочки, подстройка, мы об этом знаем, и мы автоматам уже не доверяем. Любому, кто подходит к нам, знакомится, неважно, в интернете, на улице, ещё где-либо. Пикапер. И чем лучше этот человек с вами обращается, тем больше у вас закрадывается чувство. Здесь охренительная наёбка где-то. Да, 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 да. Он реально… То есть обесценено. Вот это вот всё обесценено. Потому что мы хорошо учимся что делать? Манипулировать. Мы хорошо учимся подстраиваться под других людей, давать им то, что они хотят, чтобы получить своё. И поэтому, например, он, когда я ему эту фразу говорю, а он был на форуме пикапер, он читал, он даже практиковал. Он слышит мою фразу, он слышит себя. И он понимает, например, а-а-а, девушка пикапер, понятно. А я искренно просто хочу его узнать. И как решить такую ситуацию? Он считает, что я пикапер, да, девчонка. Может, я секса хочу, может, я нимфоманка, может, я бабла хочу, может, ещё… Непонятно, чего я хочу. А у меня искренний интерес, просто тупый… Получается, даже поговорить сложно, он слышит в моих словах опасность, он видит в моих действиях опасность. Как только он видит, что я настолько интересна, настолько ему нравлюсь и подхожу, там работает такая аларма. «Эй, не может быть так всё хорошо!» Сами механизмы общения и коммуникации полностью изменяются от того, либо ваша личность работает на выражение любопытства, интереса, выражение своих чувств и эмоций, при условии, что всё снаружи – это опасность, подразумевается, а значит, точно произойдёт. Либо когда личность настроена на то, что это всё я. И я могу не понимать других себя. Я могу не знать других себя. А если я не телепат, не какой-нибудь там… «Я знаю всю твою жизнь!» Потом ночью нормально заснуть не могу. То я могу не знать и не понимать другого себя. И поэтому интерес, любопытство, коммуникация, просто чтобы узнать другого себя, не для того, чтобы получить секс, бабло, поехать на представление там, не знаю, в ледовый концерт в Питере… Как называется? Ледовый дворец. Ледовый дворец-то. И ещё куда-нибудь. Когда просто хочется посидеть и поболтать с человеком. Вот без всякого, да? Но без всякого не бывает. Не бывает так. Там всегда внутри… А если он говорит, что ничего не жду, если вот просто поболтать, он просто сам себя обманывает. Вот. Я точно в этом уверена. Там… Там по лицу видно. Ну что, что скажешь. Он вот это вот платит там за обед, платит за то-то, водит туда-то. И мы разговариваем, разговариваем, разговариваем. Так когда же уже должен быть секс? И вы вдруг находите себя, что вы уже просчитываете, думаете, ну что, ну а может быть, да. Ну очень даже, что и соглашусь, да. Там уже много было всего куплено. И поездок, и походов, и приятного времени провождения. Мы оказываемся в ловушке. Я это показываю и объясняю. Только вот это то, что на поверхности, да. Все эти цветочки, куча механизмов. Как оно разворачивается. И ты потом смотришь на этот куст сверху, ты не понимаешь, с какой стороны этого двухметрового нечто корень. Вот здесь, 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 здесь. Начинаешь рассматривать каждый цветочек, каждый свой механизм, каждую свою обиду, каждое свое непонимание. Ты видишь, что… Да, наверное, моя личность работает с такого, что все другие – это опасность, потому что какие-то колючие, колючий куст. И можно очень долго над собой работать, копать, изучать десятилетия, очень много времени. Но есть в моей карте мира, например, есть более простой путь. Потому что либо мы собираем кусочки и пазлы, чтобы найти одно понимание. Оно встраивается, медленно встраивается в тело, да. Потому что мозгами мы понимаем, а тело еще догоняет, да. Ему еще объяснять надо. А Наташа говорит, живое тело. Ого! Я думала, это все само встраивается, когда я понимаю это. И совсем другое… Знаете, если вы летите в самолете, и самолет начинает падать, да, за пять минут, за минуту, вы резко понимаете. Все нейронные цепочки, все выстраивается. Ооо, просто мне нужно в эту таможню. Ооо, точно! Самолет приземляется, вы живете полностью по-другому. И не надо было двадцать лет. То есть до этого вы двадцать лет копали. Убеждения, страхи, боль, бла-бла-бла, туда-сюда, туда. Двадцать, думаешь, да что ж такое, я столько, я реально столько усилий прилагаю. И говорите уже, ну вселенная, ну помоги мне, покупайте билет на самолет в Москву. Садитесь. А лучше куда-нибудь подальше над морем, когда летишь, да. Садитесь, летите. Вдруг он начинает падать. И вы такие, ааа, это же телесный опыт, офигеть, я сейчас умру. Все, вся фальшь, весь мусор моментально отлетает в стороны. Вы видите, вот что на самом деле важно в жизни. Самолет выравнивается. Телесно вы это проживаете. Вы выходите из аэропорта, и теперь каждый ваш шаг выстраивается от этого переживания, того, что вы увидели, что на самом деле важно в жизни. И вы думаете, господи, двадцать лет херней страдал. Надо было сразу купить билет на самолет. Но так получилось, вы попросили, я уже не могу, я не понимаю, ну помоги же мне, она помогает. Вы получаете опыт и отстраиваете каждый свой шаг теперь от этого реально телесного опыта. Телесного, глубинного, закрепленного опыта, что это все мишура, это все фигня. Вот эта вот неискренность, скрытность, страхи. А вдруг он мне это скажет? А вдруг она на меня криво посмотрит? А что она думает, когда она со мной сексом занимается? А вот это? А вот это? А вдруг я слишком долго смотрю к телевизору и сижу за компьютером? Вдруг он уже хочет секса? А я все еще не приготовила обед? А что же он? И пошло, и пошло. Это вся мишура, она сразу же отпадает. Вы видите сразу, насколько это театр от того, что вы уже можете быть, уже можете наслаждаться, уже можете это делать. Нет, мы начинаем просчитывать, додумывать, оценивать, предугадывать, предполагать, но мы все еще не делаем. Не делаем шаг, потому что нужно сделать шаг. А как его сделать? У нас здесь список предположений, как это может быть ужасно, правильно? Потому что может быть хорошо, да? Но так редко бывает, это очень в сфере невозможного. Обычно жопа и список жоп, которых бывает, чтобы быть готовым, это же нормально, правильно? Я должна подготовиться ко всем жопам, которые будут. Не настолько хорошо, что я даже не могу себе это позволить. Естественно, да вообще такого не происходит просто. Вы что? Это, это, да, хорошо, я это прочитала, она галочка, ладно, да, это обычно не происходит. Вот это обычно происходит, я же живу в социуме, ну реально же, правильно? И это происходит, и это происходит. Ой, лучше этого просто не делать. Или я этого не достойна, потому что у меня кривые коленки. Да, у меня же кривые коленки. Ну можно юбку, и может быть я стану на полпроцента достойнее, но все равно не срабатывает. О, без десяти точно. Это сейчас я говорю. Это я сейчас говорю о том, что для меня личность это инструмент. И либо я ее настраиваю вот так вот, что все это опасность, либо я ее настраиваю на то, что это все я. Так? И тогда у меня механизмы по-разному работают. Здесь у меня зажигается постоянно аларма, аларма, аларма. Да где же свет будет уже, а? А здесь свет, 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 свет. Классно там, цветомузыка, суперский музыка там еще, обогреватель. А здесь холодно и красная лампочка постоянно. Потому что я часто сталкиваюсь, почему для меня так эта тема важна, я часто сталкиваюсь с тем моментом, что личность это враг. Номер один после ума. Поэтому для меня очень важно объяснить, что вы целый конгломерат инструментов. Но если вы не умеете собой пользоваться, то получается это нечто приносит вам бескомфорт, и лучше это отложить в сторону. Правильно? Спускай скальпель лежит там где-нибудь в больнице. Дома его держать нельзя, как и пистолет. А если пистолет лежит, то нужно вытащить патрон. И вообще лучше его дома не сдержать, опасная вещь. Но личность невероятный инструмент. А вместе с умом охренительная вещь. А вместе с телом просто невероятно. Вообще сколько всего можно проживать, делать и так далее и тому подобное. Потому что вы сознание и у вас есть куча инструментов. Вы это все соединили? Зашли? Бля! О! Эй! Это надо убрать! Это надо убрать! И пока мы это убираем, у нас уходит 20-30 лет жизни. Да? Куча перенапряжений, сопротивления, борьба с собой. Сами собрали свой костюм. Сказали, мне нужно это, 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 это. Я так понимаю, для чего мне это надо? Вхожу сюда? Это не надо, это не надо. Ну как же? Началось сопротивление самому себе. Я-то понимаю, что мне это надо, а тут я уже понимаю, что мне это мешает. Вот этот кусок. То есть первый день я обычно делаю раскачку, то есть главные какие-то базовые понятия. Второй день это всегда практика. Как гладить свое тело, как генерировать чувства, что такое чувства и все остальные вещи. Вот сейчас я просто объясняю как бы то, что это все не ваши враги. Это инструменты. Это как краска для художника. Да? Или там клавиши для музыканта. Если он будет думать, ой, черные клавиши, они страшные, они ужасные, они такой диссонанс производят. Вы видели музыканта? Это низкие вибрации. Да, это низкие вибрации. А то не может быть. Да. Может, это там си и соль. Но вы видите профессионалов. Они из белых и из черных клавиш достают невероятные звуки. Они умеют пользоваться этим. Художники, которые умеют этим пользоваться своими кистями, красками, рисуют невероятные, непостижимые картины. Выражая то, что они чувствуют в реальности. Так же самое и наше тело, личность, ум, сознание. Это невероятные инструменты. И от того, насколько мы профессионалы относительно самих себя, настолько невероятные картины мы создаем в своей жизни. Сейчас у вас будет перерыв и обед. А потом дальше продолжим. А до скольки? С трех до четырех кушаем. Нет, до скольки? До семи, да? Мы до семи. А где Антон? Мы до семи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...